Добрый день, дорогие саровчане! Сегодня, 17 апреля, говорим снова о нашей эпидемиологической обстановке в городе по коронавирусной инфекции. За истекшие сутки у нас еще появился один больной новой коронавирусной инфекции. Это человек, который уже находился на изоляции, был на карантине, проживал вместе с больным коронавирусом и в следующем своем результате дал положительный анализ. Итого, к 20 вчерашним больным прибавился еще один больной, и на сегодняшний день мы говорим о 21 больном с новой коронавирусной инфекцией. При этом распределены они таким образом. 9 из них госпитализировано в больницу. Вчера, вы помните, было семеро госпитализированных, двое за истекшие сутки госпитализированы по социальным показаниям. И оставшиеся все находятся на амбулаторном лечении на дому. При этом у каждого из 21 этих людей заболевания проходят в легкой форме в большинстве своем и средней тяжелой степени тяжести. Мы хочу отметить отдельно, что тяжелых форм нет. Об этом были вопросы и задают нам, спрашивают, на сегодняшний день, слава богу, тяжелых форм среди заболевших нет. Плюс к этим 21 людям у нас на сегодняшний день остается на карантине под наблюдением 110 человек контактных. Вы видите, насколько это меньше по сравнению со вчерашним днем. Это очень благоприятно, что у нас уходят из-под наблюдения с хорошим состоянием здоровья и с отрицательными результатами лабораторного контроля те лица, которые давно у нас находились на карантине по тем или иным причинам. В основном, либо по поездкам по зарубежным странам, по вместе с ними проживающим лицам, лицам, контактировавшим так или иначе на разных территориях с больными. Число людей под карантином, еще раз хочу сказать, это для нас отрадно, сокращается и на сегодняшний день у нас 110 таких человек. Задают вопросы, почему же мы не знаем, какие подъезды у нас на карантине, почему одни работодатели высаживают своих работников на карантин по факту проживания в подъезде, где есть контактные или больные, а других нет. Объясняю эту ситуацию. Значит, на сегодняшний день на карантине в полном и прямом смысле этого слова у нас находится только один подъезд. Я повторюсь, это ни для кого в городе не секрет. Это улица Шверника, дом 45, первый подъезд. Вот, к сожалению, все люди, проживающие в этом подъезде, стали заложниками ситуации. На сегодняшний день они, конечно же, все оповещены, более того, им вручены постановления о том, что они должны соблюдать режим этого карантина, не выходить никуда из дома. Для своих различных нужд пользоваться услугами либо волонтеров, мы с ними проговариваем, кто именно это будет, либо их родственников, что тоже оговаривается. При этом мы просим как самих этих людей, так и тех, кто нам звонит и говорит, что вдруг они не будут соблюдать такие меры. Значит, в любом случае следит у нас за этим полиция, сама активно выходит в этот подъезд и к отдельным людям в отдельные квартиры, так и принимают любые звонки от граждан, если таковые вопросы возникнут. Все остальные адреса в городе, вот проживание вот этих 110 человек, ну вернее не 110 из них, из 110 это львиная доля, как раз это у нас со Шверника 45, но оставшиеся, таких адресов еще много. На сегодняшний день в этих подъездах карантин не объявлен, не объявлен. И люди, проживающие в других подъездах, если они сами не больны, неконтактны и им не вручены постановления об обязательном карантине, могут вести ровно такой же образ жизни, как и все остальные наши горожане. А отвечаю на вопрос по поводу работодателей. Работодатели на период, который объявлен президентом Российской Федерации об ограничениях к допуску к работе, рассматривают в том числе и эти вопросы. И имеют право, если у них есть такая возможность кадровая, не допустить временно этих работников на работу с сохранением им заработной платы и воспользоваться работой других специалистов, либо попробовать дать этим людям дистанционную работу, либо отправив их в отпуск, любые другие варианты. То есть это не больничные листы по карантину, чтобы вы понимали, подъезды не на карантин, в сотый раз повторю, а это просто желание работодателя и их возможность этого работодателя воспользоваться. Если работодатель не использует эту меру, то, конечно же, значит, человек ведет спокойный, здоровый образ жизни и выходит на работу там, где это необходимо. Значит, еще раз вот эти все вопросы к своим работодателям. Других карантинов у нас нет. Еще хотела бы я сказать, что с сегодняшнего дня мы начинаем достаточно масштабную работу по дезинфекции не только подъездов, где живут заболевшие коронавирусной инфекцией или лицеконтактные с ними, находящиеся на карантине, а абсолютно всех мест общего пользования, всех многоквартирных домов всего жилого фонда города Сарова. При этом будет несколько изменена периодичность и средства, применяемые для дезинфекции в разных подъездах. То есть все-таки в подъездах, где есть заболевшие и где есть контактные, дезинфекция будет проходить ежедневно, а в остальных подъездах, может быть, пока раз в два дня посмотрим, но я все-таки настаиваю на том, чтобы на следующей неделе выйти к ежедневной. Что такое дезинфекция? Многие нам звонят и говорят, что у нас на самом деле дезинфекции не было, у нас прошла уборка. Дезинфекция представляет из себя как раз уборку с применением, влажную уборку с применением дезинфицирующего средства по вирусному режиму. То есть вот в ту воду, которой моют подъезды и протирают различные поверхности, к которой мы дотрагиваемся, добавляют дезинфицирующие средства в той концентрации, которая действует глубительно именно на вирусы. Если есть какие-либо вопросы по организации дезинфекции в ваших подъездах, просьба обращаться в вашу управляющую компанию, потому что они на сегодняшний день ответственны за этот блок работы. Если у вас есть опасения, что управляющие или нет факта достучаться до управляющей компании, тогда нужно понимать, что мониторинг этой ситуации по-прежнему остается за департаментом городского хозяйства нашей администрации. И Лобанов Сергей Иванович эту ситуацию мониторирует и связь со своими управляющими компаниями держит. Желаю вам хороших выходных, будьте здоровы, берегите себя и своих родных.